Привет, друзья! У нас сегодня презентация скот. Мы с Антонио сейчас потестим чуть-чуть велики и скажем свое мнение. Тут нету топовых моделей, но основной смысл вообще понять, какие они, потому что я еще не катался на скоте в этом году. И также опять посравниваем хода и размеры колес, для того, чтобы понимать, вот есть на 100, на 150, есть на 170. Вот очень интересно просто сравнить, насколько сильно нужны большие хода. И вот у нас есть такая небольшая демо-эрия. Где плюс-минус все это можно будет сделать. Я забыл сегодня чейс-маунт, ну и тем более картинка же плывет. Поэтому будем стационарно снимать все и рассказывать, что и как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был Скотт Спарк. Да. Самая простая комплектация это Скотт Дженниус. Тоже самая, насколько я понимаю, это простая комплектация в размере М-ка. Дженниус 960, 19-го года. Тут 120 хода, там 150. Спаркж у нас был 970, тоже 19-го года. И тут 120 ходов, тут 150. Разница очень сильная, потому что на этом ты как на диване. То есть кажется, что на этом все легко пролетается, но на этом ты вообще ничего не чувствуешь. Но по городу именно какие-то там трюки поделать, какую-то фишку, на этом было бы намного легче, потому что он, в принципе, сам по себе легче. Лучше за счет углов, наверное, длины перьев. Ну, угол, наверное, больше ощущается. Вот на этом что-то более злое можно мочить. Здесь хочу заметить, в базе сразу 2,6 резина стоит. Если вам сильно такая толстая, можно ее менять на 2,4. Это кардинально меняет ситуацию. Он становится более легче, более маневренный. На 960-м Дженниусе стоит более или менее простое оборудование. Розница такой велосипеда примерно 3 тысячи долларов. Это, во всяком случае, у нас в стране. Здесь стоит SRAM NX, который очень хороший, но при этом бюджетный. Кстати, очень крутая вообще штука. Если у вас есть момент, который вы хотите переделать в вашем велосипеде, вы можете поменять систему на SRAM NX. И это будет недорого и очень круто. Здесь стоят Shimano простые тормоза с длинными ручками. Не очень круто, но они тормозят. Часто в новом году уже ставят 520-е такие с коротенькими ручками. Мне они больше нравятся. Но тут на вкус и цвет. RockShox воздушная Recon стоит. Сзади X-Fusion. Хочу заметить, не RockShox сзади. Покрышки Maxis и рама очень красиво, хорошо так вот сварена, что поначалу даже все время путается. Думаю, что это карбон. По Spark'у по сути тоже самое. Длинные ручки Shimano. Только RockShox Judy стоит. Тоже с воздухом. Не такие, как раньше были Judy. Раньше они были без воздуха. Спереди две звезды, переключатель. Подвеска без шарнира. Однорычажка. Однорычажная подвеска без шарниров. Тоже сзади X-Fusion. Мне насколько нужно две звезды, но тут многие все-таки на таких велосипедах, где 120 для скоростных каких-то проездочек любят, чтобы было побольше скоростей. И поэтому еще оставят по две звезды спереди. Чуть-чуть попробовал Еджениус. Мнение не сильно меняется. Они очень тяжелые, громоздкие, но электротяга вам помогает. Если у вас есть много задач именно вверх ездить, то такой велосипед прикольный. Но уже рассчитывайте на то, что вес у него подходит больше не к велосипеду, а к мопеду, наверное. То есть такой динамики, как на обычном веле, у вас точно не будет. Это модель прошлого 2018 года. Здесь RockShox Rekon стоит. Система Shimano. Прикольные уже тормозюльки 520, если я не ошибаюсь, которые с коротенькой ручкой. Система с Rem NX, которая очень мне нравится, при этом она бюджетная. Сзади здесь тоже Amortex Fusion стоит и широкие покрышки с широкими ободами. 27,5 на 2,8, что здесь очень даже кстати. Вот этот вот электродвигатель, он, получается, нивелирует его тяжелый вес, и в итоге, пока у вас есть электричество, вам довольно-таки комфортно и удобно кататься на нем. Электровелл мне, в принципе, нравится, ему есть место быть. Я бы в идеале, если бы все было, у меня такая идеальная картинка, третий вел. Подвес на 160 ходов, подвес на 120 ходов, и третий вот электровелл был бы очень даже кстати. Электровелл, скорее всего, я бы брал, наверное, максимально где-то 150-70 ходов. Взял Ransom 930, 19-го года, это въел 170 хода на 29-х колесах. Тут уже тормозюльки тоже Shimano 520, с коротенькой ручкой удобной, довольно-таки неплохие. Чуть-чуть неудобная мне вот эта вот кнопка подсидела, это Syncros, Drop Post, ну, кнопке надо привыкать. Довольно-таки интересная система, здесь сзади тоже Exclusion стоит, и довольно-таки интересная система блокировки, причем блокируются одновременно оба аморта, вот так вот первый щелчок, это на 50% хода становится аморт, и второй щелчок, это полная блокировка. Я, конечно, привык к компрессии, и компрессия по-своему мне нравится тоже, но эта штука полностью блокирует. Я, наверное, все-таки остаюсь поклонником компрессии, но такой вариант довольно-таки интересный, причем, что одновременно ты можешь управлять двумя амортами с ручки. Конечно, тут добавляются вот этих проводов, но и удобство того, что ты прям с ручки можешь на ходу все это делать, это круто. С ручка. Спереди стоит Yaris, Rem NX тоже. Колеса 29, тут целые дебаты по этому поводу. Огромные, огромные, хорошо проходимые, все круто, но я к ним до сих пор не могу привыкнуть. Но в этом году в основном уже большинство брендов делает уклон именно на 29 колеса, большинство топовых велор завозится только с таким сайзом, и надо все-таки привыкать. Я на пару дней как-то возьму велосипед так, чтобы вот точно сказать все, потому что до этого я только в таких условиях, как сегодня тестил их, и для меня непривычен такой размер. Он быстрее все проходит, но он менее поворот, твое участие в каталке как будто чуть-чуть забирается. Так, ребята, пару слов еще о презентации. Я там был проездом, оказался, можно сказать, случайно, поэтому я не был подготовлен, у меня не было чейс-маунта, и вся эта картинка и презентация, кажется, так бегло, и что попало. Я просто думал, что это будет очередная теория, рассказы о новых моделях, но получилось так, что там была целая демо-ария, и прямо вот в таком виде презентация. Довольно-таки круто, спасибо ребятам. Так, теперь по поводу самого модельного ряда. Важный момент, который я не сказал, то, что велосипеды есть с обозначением, допустим, 930 и есть 730. Вот то, что 900, это все 29-е колеса, а то, что 700, это 27-е. Как я уже посмотрел на официальном сайте Scott, те же Ransom, например, есть с 27-ми колесами, и это довольно-таки хорошо. Что касается бренда в целом, Scott это один из топовых брендов, он, конечно, за счет этого и чуть-чуть дороже. Я раньше всегда был большим поклонником этого бренда, но у меня никогда не было именно велосипеда, поэтому о них мне трудно что-то говорить. Мне нравились всегда аксессуары, кроссовки и, в общем, то, чем я пользовался. По поводу велосипеда у меня сложилось двоякое чувство. Я уже полночь пытался найти, что такое TwinLog, так, чтобы более обширно все это рассказать. Но это просто система, как я и сказал, только не на 50% она убирает ход, а, насколько я понял, просто его уменьшают. Точные цифры найти, насколько уменьшают, мне, например, в интернете было сложно и, в принципе, не удалось. Там просто все пишут, что это режим трекшн. В общем, режим трекшн – это уменьшение хода, но никак не влияет на его свойства. А полная блокировка – это уже вот второй режим. И тут тоже спорное такое мнение. Все говорят и пишут, что вроде как это круто, но вот мне на моем подвесе, например, полная блокировка не нужна. Даже когда я там куда-то взбираюсь наверх или еще что-то, мне компрессии вполне хватает. И, например, я любитель минимализма велосипедей, вот эти провода лишние. В общем, я бы, наверное, себе не хотел в систему TwinLock. Но есть люди, которые вот нравятся, что они прямо на руле могут управлять подвеской. Может быть, на соревнованиях – это очень классная штука. Но вот блокировка полная в велосипеде со 170 ходами – это спорный вариант. Потому что даже если вы полностью заблокируете подвеску, хотя компрессия – это, по сути, практически есть блокировка. Ну, в общем, даже если вы полностью заблокируете подвеску, там дело не настолько в подвеске, как в самих покрышках. То есть он все равно вверх не едет. На эндуротрассах, на контринном велосипеде я, не знаю, на последней скорости вылетаю наверх. На эндуро хоть ты там блокируй, хоть не блокируй, но все равно ты будешь ехать туда медленно. Но, конечно, если есть возможность сделать подвеску жестче, еще и на ходу, это реально круто. Но, мне кажется, это больше касается соревнований, так как на торчок ты и так вылетишь, ты много не потеряешь. Конечно, если у тебя серьезный длинный подъем, то ты можешь себе уже рукой крутнуть на вилке, аморту заблокировать и поставить. Я, в принципе, по городу всегда катаюсь на компрессии. И мне это нравится, в отличие от полной блокировки, то, что если у тебя какие-то там маленькие какие-то кочечки, оно как бы не работает. Но если где-то реально ты пробился, а такое бывает часто, то оно срабатывает. Вот, если ты полностью заблокирован будешь, то ничего не сработает, тебя просто выбросит, наверное, с велосипеда или блокировка это навернется. В общем, это надо, конечно, тестить. Это мое такое вот первое впечатление и мнение. Ну, а, конечно же, оно может быть ошибочным. Если вы пользуетесь этой системой, можете написать в комментариях о том, как вам она работает и ее плюсы и минусы, если таковые есть. По поводу геометрии рамы и подвески в этой однорычажной трудно что-то мне точно сказать, потому что в таких условиях ее протестить реально сложно. Ну, вроде как она работает. Естественно, что это все познается уже на огромных ходах и когда есть реальные препятствия, то есть, другими словами, в горах. Эстетично по цветам все выглядит довольно-таки круто. Очень мне понравилось. По цене Скотт всегда был дороже среднего сегмента. То есть, этот бренд всегда был недешевым. И поэтому за 4, примерно, тысячи долларов вы покупаете себе подвес на Maxis, на Yari и на NX. Я не могу сказать, что это дешево. То есть, я прекрасно понимаю, что в пределах 3-3,5 тысяч долларов уже очень много цен есть, где ты покупаешь себе Lyric и GX. Вот, поэтому сказать, что она конкурентная, возможно, со Spesh конкурирует он. Может, еще с какими-то брендами. Надо смотреть, тут уже надо глядываться. Но фишка в том, что очень-очень есть много поклонников именно бренда Скотт. И они из года в год покупают себе велосипеды именно этого бренда и остаются поклонником этого бренда. Поэтому каждому свое, под свои нужды, под себя выбирайте бренд, велосипед именно с теми настройками, с теми характеристиками, с тем оборудованием, которые подойдут именно вам. Потому что, если вы не пользуетесь блокировкой и минималист, например, вот эта система, вам точно будет ни к чему. Если вам нравится, чтобы руль проворачивался вокруг оси, то трек вам не подойдет. И так далее. Моя задача и мои возможности позволяют мне чуть-чуть вам показать, как оно есть, вблизи что-то поснимать. И я надеюсь, что это вам помогает выбрать себе вел или хотя бы, как минимум, просто посмотреть, какие есть новинки. Спасибо вам за просмотр, ребята. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok